Большой привет! Это Вероника. Очень рада видеть нас на своей страничке. Сегодняшнее видео у нас будет посвящено вот такой вот огромной просто корзине всяких разных органических средств, которые мне пришли в подарок от премии Leaf Organic. Leaf Organic это такая своеобразная бьюти премия, заточенная именно под органические бренды. И разные блогеры, журналисты, СМИ пишут свои отзывы, отчеты. Первое, что мне здесь попадается, это вот такая вот мочалка из какого-то супер натурального вещества. Мне это напоминает мешок из-под картошки деревенский. То есть реально как будто бы какая-то вот такая вот бечевка или знаете такая рубаха крестьянская. Из вот этой вот рубахи крестьянской сшили мочалку. Ну у меня, честно, этот продукт вызвал больше недоумения и неприязни. Пользовалась один раз, наносила на него гель, пыталась это размазать по своему телу. Но я понимаю, что живя в 21 веке, пользоваться какой-то старой русской мочалкой вот вообще не интересно. Я вообще не люблю все, что связано с баней. И вот у меня этот продукт ассоциируется почему-то с баней, с какими-то вениками. Ну короче, пользоваться мне им совершенно неприятно. И вам, честно говоря, не советую. Хотя, ну в принципе, держать ее в руке достаточно удобно. Но умыться кусочком тряпочки вот мне совершенно не хочется. Следующий продукт тоже относится к разряду губок. И я наконец-то для себя открыла такой продукт, как конжаковый спонж натуральный. В общем, это такой спонж. В мокром состоянии он достаточно упругий и приятный. Когда он высыхает, он превращается в такую прям сбитую губку. Насколько я помню, это корень какого-то растения, из которого делают вот такие, в общем-то, спонжики. Он безумно классно очищает лицо и делает эффект именно отполированности. Я не знаю, за счет чего оно достигается и знать не хочу. Мне просто безумно приятно им пользоваться. Им можно пользоваться и в одиночку, если ваше лицо просто не покрыто каким-то макияжем. Я смываю ему макияж, но только капаю какой-нибудь гель для умывания. Пользуюсь я им в основном под душем, потому что над раковиной умываться мне неудобно, все начинает течь по рукам и ощущения не самые приятные. Но он очень сильно отличается от обычных губок, таких конкретно маленьких желтых, которыми мы привыкли пользоваться, такие дешевенькие во всяких бьюти-магазинчиках. Эта штучка подороже, но и лицо с ним реально отполированное, классное и какое-то дико фантастическое, поэтому вот этот продукт это просто пятерка. Следующие два продукта от любимой мной марки Splat. У них, в принципе, тоже есть органические линейки. Мне попался вот такой вот ополаскивающий для рта актив и паста лаванда. Паста лаванда мне безумно понравилась, она очень приятная. Я думала, что это будет такая, ну, я вообще запах лаванды не очень, честно говоря. Я думала, что будет такая чистая лаванда, которая не освежает и ничего не делает, но здесь реально помимо лаванды есть какие-то освежающие травки. В общем, очень-очень-очень-очень клево. Производитель нам обещает, что у нас тут происходит защита от бактерий, но такую вещь, как защиту от бактерий, в общем-то проверить сложно, поэтому остается доверять только своим ощущениям. Десны не раздражают, не вызывают никаких неприятных ощущений на зубках. В общем, мне понравилось, с удовольствием пользуемся ей. И продукт, который мне безумно не понравился, это вот этот вот ополаскиватель. В нем мне не понравилось все. Во-первых, у него неприятный травянистый запах, он мне жжет неприятно рот, он мне вяжет рот. А в-четвертых, он еще является, у него цвет, знаете, такой нежно-красный, поэтому когда ты это все сплевываешь, такое ощущение, что ты выхаркиваешь просто свою кровь. И вот это все видеть по утрам мне дико неприятно, и по вечерам мне это видеть неприятно. И, в общем, впечатления крайне негативные. Следующий продукт, который я для себя открыла, это был бренд Доктор Хаюшко. У него очень забавное название. Вообще, очень забавный бренд. Я не знаю, мне кажется, как в него можно не влюбиться. Смягчающий крем для тела со смешным названием. Я надеюсь, что это читается Мэндл, потому что так и подмывает назвать его с ударением на букву А, но я этого делать, конечно, не буду. Покорил запах. Роскошный миндальный, теплый, ореховый, какой-то просто безумно обволакивающий. И, во-вторых, меня покорило то, что он впитывается быстрее, чем все мои крема, которые я когда-либо наношу на тело. То есть, буквально горошину растираешь по руке, проходит 10 секунд, можно одеваться. Потрясающий запах, потрясающее нанесение, потрясающий продукт. Просто вот супер, от всей души вам советую. И также от Доктор Хайшки у меня была вот такая вот маленькая-маленькая-маленькая тушь с такой очень-очень-очень большой щеточкой. Тушь мне не понравилась, несмотря на то, что она достаточно приятная и щетка достаточно приятная, но щеточка большевата, а продукт сам не дает эффекта распахнутости, нарощенности какой-либо, и если можно вообще использовать такое слово, если это законно. В общем, делает слишком натуральные ресницы для такой огромной щетки. При том, при том, при том, что я сейчас месяц сижу уже на сыворотках для восстановления ресниц, и мои ресницы сейчас практически в идеальной форме, и эта тушь на них ничего не сделала. Поэтому вот честно не советую покупать, ну, может быть, только из-за того, что это Доктор Хайшка, и вы поклонница их бренда, и вот вам просто это нравится. Следующее, что у меня было, это два продукта от бренда Noni Care. Я о нем знаю давно, но он мне никак вот не полюбится, и в этот раз он мне тоже не особо полюбился. Первое, что у меня было, это вот такой вот Sugar Body Scrub. Yes, yes, I'm American Girl. Ужас. Ненавижу русский, американский акцент. Хуже этого нет. Причем, что самое интересное, когда никто не видит, я могу говорить по-английски нормально, но когда кто-то видит, я начинаю из себя выдавать вот эти вот ужас. Короче, сахарный скраб. У него неприятный запах. Такое ощущение, что он у меня то ли испортился, то ли он уже был такой, потому что это органика. Очень сильно оттекается масло, очень сильно оттекается сам продукт. И вот это вот я использовала за один раз. То есть продукт максимально неэкономичный, за большую цену. Плюс вся ванна покрыта маслом. Я чуть-чуть в последнее время это все очень не люблю и не советую. И еще один продукт, который я пока что не распробовала, это вот такая вот сыворотка для лица. Мне это все напомнило просто водичку. Пользовалась буквально несколько раз. Наверное, нужно допользовать до конца. Но у меня так много интересных и классных продуктов, чем пользоваться приятно. А здесь ни запах, ни консистенция, ни назначение. И вот, честно, не заинтересовал меня продукт. И желанием пользоваться дальше нет. А давайте расскажу о продуктах, которые я ненавижу. О продуктах, которые я запрещаю. О продуктах, которые я... Мне даже интересно поговорить с представителями марки из разряда вот... А что вы вообще хотели сделать-то? Вот что вы хотели вообще показать? Это вот такие абсолютно безобидные баночки, симпатичные. Бренд называется Sea Flora. Вообще все было плохо с самого начала. Когда я открыла банку, и у меня просто обдало запахом протухшей овсяной каши. Но я подумала, ладно, наверное, какие-то водоросли пахнут как протухшая овсянка, и все будет не очень страшно. В общем, первое, чем я пользовалась, это был вот такой вот скраб для лица, который у них является скрабом и маской. Нужно его нанести на влажное лицо, оставить на 10 минут, и потом ты, типа, будешь красивая. Я нанесла это средство. Через 2 минуты я стала понимать, что мне хочется как-то почесаться. Я еще сидела, смотрела сериал, и как-то я отвлеклась, думаю, ну ладно, наверное, продукт работает. По прошествии 10 минут я пришла в ванну, смыла это все из себя. И я понимала, что пока я умываюсь, вот это вот чесание и зуд, он не проходит. И когда я посмотрела на себя в зеркало, я была именно как Саманта Джонс после химического пилинга. Мое лицо горело, полыхало, оно было вот такого цвета. Ну, буквально на 2 тона посветлее. Я такого со своим лицом не видела никогда в жизни. Я прибежала, я не знаю, что делать. Я на себя брызгала термальную воду, я сидела под кондиционером, кондиционер мне дул в лицо. Дальше я нанесла какой-то восстанавливающий бальзам от фаберлика кислородной. И где-то часа через 3 это прекратилось. Следующим продуктом, который ко мне пришел, была вот такая вот их маска. И я подумала, что дурочкой я не буду, почитаю в интернете, что пишут. И вбив на заня данного продукта, я прочитала сразу несколько отзывов с красноречивыми, краснолицыми фотографиями девочек. И они писали, вы слышите, расскажите, это я одна такая или со мной что-то не так? Так вот, девочки-блогеры, это не с вами что-то не так, это абсолютнейший кошмар. Пользоваться я этим вам не советую. Продукты безумно дорогие, вызывают ожоги, какую-то просто чесотку и прочий кошмар на лице. Поэтому не советую вообще никому. Да простит меня бренд Сия Флора. Следующий продукт, который мне безумно понравился, это вот такое вот средство для мытья посуды, которое называется Био-Мио. Оно мне понравилось настолько, что когда оно закончилось, я купила себе еще одно. Оно очень крутое. Оно у меня было с эфирным маслом верфины, но мне почему-то пахло детством и какими-то мыльными пузырями. Оно очень хорошо пенится для органического средства, безумно хорошо отмывает посуду. Также мне понравилось то, что оно подходит и для детской посуды, и для помывки фруктов. Это очень круто. В общем, супер вещь, очень красивая упаковка. Продается, по-моему, и в твоем доме, и в перекрестках. Я его видела. Супер средство, от всей души советую. Все, кто устал от фэри и прочей вот такой химозности. Очень-очень-очень крутое. И я безумно рада, что я познакомилась с этим брендом, потому что в магазинах я бы просто обошла его вниманием и не узнала, что есть такой классный продукт. Следующее, что у меня есть, это два продукта от бренда Анна-Мари Борлинт. Этим продуктом я уже пользовалась. Здесь это Акванатур, это ее знаменитые патчи под глаза, которые из любого просто опухшего, синюшного, серого, не проснувшегося глаза делают потрясающий взгляд. Я их помню еще очень-очень давно. Минус огромный в том, что они очень дорогие. Да. А так они крайне приятные. Я их наносила с утра, когда нужно очень-очень-очень быстро проснуться. Тогда все окей. И следующий продукт, которым я сейчас начала пользоваться. Пользовалась я ее в течение четырех дней, поэтому мой отзыв, он, конечно, будет такой комси-комса. Но, что хочу отметить. Значит, это у нас Анна-Мари сыворотка Orange Blossom Energizer. Я на своем лице не переношу витамин С. Нигде. Последняя моя, ну, это уже получается не последняя, предпоследний мой крах был, когда я пользовалась какой-то сывороткой от марки Kiehl's. И буквально за два дня я вся покрылась прыщами. Когда я увидела, что этот продукт является как бы вот сывороткой со всякими лимончиками, апельсинчиками, я подумала, Вероника, ну, ты знаешь, что делать, не пользуйся, пожалуйста. Но дальше мне так понравилось, что здесь нужно что-то взбалтывать, что здесь все такое интересное. Я думаю, ну, вот разочек, разочек попробую. Я попробовала разочек, я попробовала два, я попробовала три, и мне безумно понравилось. Единственный минус для меня данного средства, что здесь есть масляная составляющая, поэтому я не люблю использовать этот продукт днем. То есть я им пользуюсь исключительно на ночь. Я пробовала им пользоваться днем, то есть нанесла, подождала, остатки смыла, не смыла, а просто пропитала ваткой. Но, честно говоря, не очень удачно. А вот на вечер очень нравится, при том, что на этом продукте еще очень классно делать массаж лица, поэтому теперь вечерами, когда я там смотрю какой-нибудь сериальчик, перед сном взбалтываю сыворотку, на чистое лицо наношу и делаю массаж. Супер! Просто огромное спасибо бренду Анна-Марии Борлин, что она выпустила продукт, которыми я всегда хотела пользоваться. Я всегда хотела пользоваться энергетическими сыворотками для лица, потому что у меня достаточно тусклый цвет кожи, и хочется добавить яркости, сочности, такого здоровья. Но у меня всегда эти продукты вызывали прыщи. Здесь же реакция на лице потрясающая. Просто супер! Я влюбилась, и этот продукт теперь живет у меня на косметической полочке. Следующий продукт, который хочу вам показать, это бренд Lavera, наверное, я правильно его читаю. Биогель, крем для душа, органы и клюква. Не понравилось ничего. Отвратительный для меня запах. Не могу просто, прям до тошноты. Он не пенится вообще. То есть такое ощущение, что ты пытаешься помыться бальзамом для тела. Кожа какая-то вся склизкая, какая-то неприятная. Ну, я, конечно, не особый фанат органики. Может быть, для тех, кто разбирается суперсильно в составах. Этот продукт для них является топовым. Может быть, он хорошо подходит для тех, у кого слишком сильно поврежденная сухая кожа. Но я просто не могу. Я пробовала и руками. Я пробовала и на губку, и вспенивать, и поливаться им. И просто нет. И даже не знаю, что им делать. В общем, ничего им делать нельзя. И мне этот продукт просто дико не понравился. И вам тоже не советую. И следующий продукт, это уже, насколько я помню, российский бренд. Мико. Такие органические всякие интересные продуктики. Стекло. Бренд-то не дешевый. Несмотря на то, что он, по-моему, все-таки российский. Да. Бренд не дешевый. То есть, они постарались. У них такие приятные упаковочки. Ну, дизайн, конечно, не очень. Но, как бы, это оставим. Это уж на любителя. Мне достался скраб для тела имбирь. Ну, вообще, я не очень люблю ни имбирь, ни все, что сделано из имбиря. Запах продукта, конечно, очень сложный. Вообще, я почитала на сайте, залезла. Они его все-таки относят больше к такому, скажем, массажному продукту, антицеллюлитному. Но, все-таки, для антицеллюлитного продукта здесь очень маленький объем. Поэтому я данный продукт использую раз в три дня на руки. Лучшего скраба для рук я еще не пробовала просто никогда. Он настолько лютый, он снимает просто верхний слой кожи, я не знаю, просто целиком. Но при этом он настолько пропитан полезными маслами, что он ничего не пересушивает. И даже если потом не нанести крем, ваши руки не будут сухими. Вот. Так что, в целом, можно простить ему не очень приятный запах. За счет того, что состав полностью натуральный. Продукт российский. И за него реально не стыдно. То есть, его приятно держать в руках, им приятно пользоваться. Но, если уж вы еще и фанат имбириату, вам понравится вдвойне. Меня, конечно, немножечко отпугивает запах. А так, для рук перетерпеть можно, потому что очень-очень классный эффект. Вот такие сегодня были продукты. Я не тот блогер, который может подробнейшим образом разбираться в составах. Я скорее могу рассказать только понравилось, не понравилось. И если не понравилось, то почему. Из всего того, что мне пришло, я могу сказать, что вот прям очень-очень сильно мне понравились буквально два средства. А их у меня здесь, ну, порядка там, больше чем 10. Поэтому будьте аккуратны с органикой. Не так там все просто, не так все легко, как нам рассказывают органические бренды. Но, в целом, косметика интересная и тоже достойная, потому что ребята очень сильно стараются, выращивают свои продукты определенным образом, обрабатывают их определенным образом. Поэтому создать натуральный органический продукт, не просто дома смешать сахарный скраб, а вот выпустить вот такую вот сыворотку, это очень-очень большие затраты и денежные, и умственные, и временные. Так что органика вот и отличается тем, что она такая очень эксклюзивная. Вот, большое вам спасибо за просмотр, надеюсь, что вам было интересно. Напишите, пожалуйста, свое мнение о продуктах, если вы пользовались чем-то подобным, будет безумно интересно, потому что вот, ну, если косметика, которая выпускается массово, она практически всегда и практически всем подходит, то вот органические продукты, они такие вот странные, какие-то волшебные, удивительные, и всегда интересно узнать о мнении других девчонок на продукты, которыми пользуешься сама. Всех вас люблю, целую, до встречи на моем канале, это была Вероника. Пока-пока!